Более 300 проб с подозрением на коронавирус исследуют специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Тверской области каждый день. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией микробиологическая лаборатория учреждения перешла на круглосуточный режим работы. Биологический материал в медицинское заведение поступает со всего региона. Увидеть вблизи работы тех, кто находится на передовой борьбы с COVID-19, удалось нашей съемочной группе. В Центр гигиены и эпидемиологии Тверской области поступила очередная партия проб с подозрением на коронавирус. Через вот это небольшое окошко, работающее по принципу тамбура, каждый день передают десятки специальных контейнеров с биоматериалом. По ту сторону работающие в так называемых противочумных костюмах лаборанты. В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой для них наступила горячая пора. Если до распространения коронавируса за год здесь проверяли примерно 12-15 тысяч проб, то только за последние полтора месяца проведено более 5 тысяч лабораторных исследований. В среднем нагрузка она постоянно увеличивается с февраля месяца и на сегодня она составляет 300, где-то 350 проб ежедневно. Мы работаем 24-7, как говорится. В три смены работают, либо в две смены. Биоматериал в Центр гигиены и эпидемиологии Тверской области поступает со всего региона. В учреждении исследуют образцы людей, которые приехали из-за рубежа, имеют признаки респираторных заболеваний, контактировали с больными, старше 65 лет с признаками респираторных заболеваний, а также с диагнозом невольничная пневмония. Остальные пробы обследуются в других медучреждениях области. Помимо Центра гигиены и эпидемиологии, пробы на коронавирус изучают в Центре имени Аваева, медико-санитарной части номер 141 в Удомле и лаборатории Тверского государственного медицинского университета. Как рассказывают специалисты, ничего нового в работу коронавирус не привнес. У Центра гигиены и эпидемиологии есть большой опыт изучения опасных инфекций. Мы работали с сибирской язвой, и тулеремия, и бруцеллез, и ряд других инфекций, которые относятся ко второй группе патогенности. Поэтому это обыденная работа. Единственное, чем она отличается, количеством поступившего материала. Как рассказывают в учреждении, в среднем на изучение одной партии проб уходит около двух часов. После изучения результата пробы отправляются в так называемый референс-центр. Тверские пробы отправляются в референс-центр Новосибирской Москвы. И только после окончательного подтверждения диагноза там результат оглашается Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.